приветствую всех уважаемые подписчики и просто крипто энтузиасты с вами на связи канал лора девиз посвященный обзором различных блокчейн проектов и крипто стартапов сегодня я продолжу разговор о перспективном и прорывном проекте элранд в предыдущем обзоре я уже разобрала подробно дорожную карту данного проекта и рассмотрела все подробности хода разработки а сегодня я бы хотела посвятить вас в планы которые разработчики не отразили в официальной дорожной карте проекта однако который мне удалось отыскать в их белой бумаге дело в том что определенная часть команды разработчиков элранд сейчас занимается активными исследованиями и пытается придумать и разработать для экосистемы элранд еще несколько эффективных решений которые помогут сделать данную платформу еще более прорывной и революционной то что я опишу далее не представлено в официальной дорожной карте проекта элранд а описано в их белой бумаге как предполагаемые планы на будущее первое реализация искусственного интеллекта внутри блокчейна элранд который будет отсекать заведомо скамные транзакции и защищать сеть от взломов и дидидос атак наряду с валидаторами второе возможность клиентам торговать в пределах одного шарда довольно спорное решение которое однако поможет снизить колебания курса монеты и рд в перспективе третье планируется внедрить помимо рейтинга и размера стека еще один фактор который будет решать кому подтвердить следующий блок этим фактором будет надежность заключающиеся в анализе истории блоков подтвержденных этим валидатором чем больше успешных закрытий тем больше шанс на подтверждение нового блока четвертое возможность внедрить приватные транзакции в сеть сохранив при этом возможность открытого и публичного аудита сетей отображая в сети все действия и транзакции простых участников не раскрывая при этом никаких их данных пятое также в планах прописано будущее углубленная интеграция с другими сетями предложенная ранее стартапом идентифаундейшн как видно эти решения являются довольно спорными и разработчики элранд пока еще не уверены стоит ли внедрять их в сеть поэтому и не стали добавлять их дорожную карту но надеюсь они сумеют принять правильное решение и привнести в свой проект только самые нужные и полезные функции